привет друзья меня зовут саша добро пожаловать на мой канал хочу сообщить вам отличную новость теперь у меня будут выходить видео еще и на русском языке скорее всего они будут выходить в паре с английской озвучкой если вы увидите что видео вышло только на английском языке не волнуйтесь это скорее всего будет значит что я там либо не говорю ничего важного либо это видео вообще без комментирования смело сможете такие видео смотреть там все будет понятно без знания английского сегодня я вам хочу показать что я раскрасила к марафон на марии королёвой посвященном различным текстурам поехали и так вот четыре книжки в которых я раскрашиваю текстурки к сожалению я провафлил дневной свет поэтому попытаюсь снять при том что есть если будет совсем темно включу лампочку который съедает цвета поэтому стараюсь немножечко побыстрее чтобы успеть показать все при хорошем освещении в общем первая текстура у нас было стекло я категорически недовольна тем что у меня получилось но я не сильно расстроилась я решил что это я пока только разминаюсь разгоняюсь тем не менее я рада что мне здесь получилось поиграть с искажениями в стекле да то есть фон полоса на фоне она у меня искажается изменять свою форму зависимости от того как изгибается стекло в этих песочных часах я эту картинку закончила также я здесь использовала чуть-чуть текстурку дерева немножечко текстурку золото и чуть-чуть драгоценных камней этот песочек я раскрасила имею ввиду какую-то космическую пыль судьба звездочка вот раскрашено это все было карандашами джота для фона я использовала маркер поско и еще и использовала белую поску для мелких бликов для крупных бликов на стекле я брала белую гуашь так это первая текстура вторая текстура у меня в другой книжке тоже ханны карлсон уже в русском издании вот эту дверку вы наверное уже видели если смотрели мой туториал потому как раскрашивать дерево карандашом мандалуз ой господи не мандалуз карандашом magic от кахинор здесь сегодня карандаш magic коричневый и и насколько я помню темно-коричневый кахинор поликолор чисто для теней я вы добавила эту текстуру я довольна это прям мне очень нравится особенно то что она сделан сегодня карандашом тем более magic от кахинор который вообще я обычно никогда не знаю куда пристроить и как с ним обращаться также я здесь пыталась сделать текстуру мрамора тоже карандашом magic только сереньким не не очень получилось но вот ступенька еще туда-сюда вот эта часть не не понравилось мне показалось что очень естественные яркие прожилки поэтому эту работу я не стала выкладывать как работу к раунду по мрамору то что я сделала для раунда мрамор я покажу дальше а здесь исключительно дерево раскрашенная карандашом кахинор magic и кахинором же поликолором дальше у нас была текстура золото я золото раскрашивала до этого уже много раз я решил что я все могу и замахнулась на золотую женщину я раскрашивала ее по референсу вот такому или вот такому здесь и волосы длинные прорисовали мой вариант скорее похож вот на этот потому что у меня получились такие приглушенные переходы цветов не было такого высокого контраста яркости бликов которые характерны для золота мне не очень понравилось как у меня здесь получилось золото но тем не менее уже то что я смогла хоть что-то сделать с этой неоднозначной девушкой из книжки хана вот уже это меня радует не знаю не думаю что я буду до раскрашивать уж больно она неоднозначная тем более золотые волосы и уж точно не решу сделать чем я пока не знаю что с ней делать она остается просто моим экспериментом по раскрашиванию золотого человека голден леди а да забыла сказать это леди раскрашена полихромосами с использованием большого количество белой постки для замазывания черных линий мы вот чуть для бликов так следующая текстура у нас чешуя чешуя и у меня тоже как не очень сложилось я ее конечно раскрасила не понравилось вот и мне было так жалко картинка мне был так жалко эту змею змею кстати раскрашивала карандашами граффити с размытием для подложки и карандашами мастер арт китайскими поверх в общем так мне было жалко эту змею что я решила ее закончить фончик я сделала камушки ключик фончик камушки и ключик я раскрашил карандашами кахенор поликавр вот следующий текстура у нас была мрамор мрамора я раскрасила аж целых два мрамор был достаточно сложен для меня я никак не могла на него решиться я не могла понять и сообразить как его красить поэтому ну я решил что если я что-то не понимаю надо прям постараться и сделать так чтобы научиться на всю оставшуюся жизнь поэтому я нарисовала белый мрамор здесь акварелька и только акварелька для задней части для своего непосредственно мрамора плюс в одном из туториалов из машиного файла ссылку на который обязательно оставлю внизу был туториал где человек рисовал не просто мрамор он рисовал какой-то мраморную такую сложную плиту вот с выступающими элементами я решила сделать такой выступающий элемент как рамочку для этих перьев потом подумал ну раз уж я сделал выступающий элемент уже надо докрасить перья выступающий элемент вот эту рамочку я раскрашивала карандашами лира поликалор набором серых карандашик сами перышки раскрасила уже моими любимыми обожаемыми джотто извините пожалуйста если картинка блестит карандаши на цвет сегодня сложный я я виновата я знаю надо было раньше сесть но короче карандашами джота стильного раскрасила и тела немножечко белокоски для бликов и для замазывания этих вот белых элементов элементов пера еще я нарисовала черный мрамор вот мне показалось что этому паучку очень подойдет черный мрамор на фоне показал что выделки очень легко в интернете очень много ну вернее в ютюбе очень много туториалов по то как рисовать черный мрамор это вообще элементарно тут заливается черный фон весь его здесь завела черным акрилом и тоненькой кисточкой вращая ее нарисовала вот эти белые прожилки белой гуашью не ты за него и не знаю на пар тройку минут в общем вот быстро и эффектно еще некоторые делают прожилки не только белые но и золотые получается очень зрелищно если у вас есть золотой акрил вообще будет супер он мне есть но я не стала делать и вместо этого раскрасила паука так как будто бы он золотой он раскрашен карандашами джотто моими любимыми как вы уже наверно поняли здесь всего три карандаша мне в принципе больше ты здесь и не надо было единственная сейчас вижу что спустя где-то примерно месяц после того как я раскрасила он очень сильно потерял в яркости и насыщенности цвета были гораздо более контрастные яркие то что сейчас плавает цвет это из-за того что вышло солнце из-за облаков честно говоря при солнце он выглядит сейчас я смотрю немножко повеселее пожелтее вот и так в принципе очень довольно картинка довольно что попробовала сделать черную мраму что у меня получилось в общем я такая довольно следующий текстурно у нас была ткань я решила раскрасить джинсовую рубашку вот этому странненькому котику чтобы он был не такой странненький еще дорисовала ему реснички потом был совсем какой-то куриный вот рубашку я рисовала по видео туториалу это канал кажется он называется калранчат в сэме этот туториал тоже был машина файлики еще раз напоминаю что ссылочка обязательно будет внизу я не умею вставлять ссылочки в само видео поэтому ссылочку будет внизу мне очень понравился джинсу раскрашивать я честно говоря не не думал не предполагал что мне так офигенно получится она и такая скромная вещь то есть у меня офигенно если я использовала совсем другие карандаши не такие как используются в туториале просто потому что меня нет таких карандашей я здесь взяла кхенар поликолор и вот добавила детальки и вот эти затертости и белый узорчик белый пост в общем-то и все но карбашечку получилась достаточно реалистично и реализированно поэтому времени не ушло как-то про меня не обоснованного я бы сказала мне понравилось раскрашено очень очень долго был очень трудоемко так следующая текстура нас камни так этот камушки если вы смотрите мой канал уже видели у меня по ним был туториум на этой странице сначала не было никаких камушков вот эти вот два камушки и дорисовал полностью здесь я просто жучка обвела получилось у меня как будто жучок в янтаре поищите посмотрите мне есть на английском языке на моем канале этот туториал в папке мая колоний туториал серия сала яшму бирюзу и гентарь жучку вот в общем очень быстро это карандаш и джотто принципе можно любые карандаши брать камни не драгоценны они позволяют подобрать оттенки чтобы они были адекватные в общем здесь много ничего не надо нет ничего сложного главное найти очень хороший референс если найдете очень хорошую фотографию референс вы все отлично получится будет легко и красиво вот помимо того я для этой же темы с камнями помимо не драгоценных вернее полудрагоценных камней раскрасила еще кристаллы но поскольку я хотелось попробовать раскрасить маркерами я взяла книжку в которой односторонние иллюстрации вот это книжка анастасии колдаревой или колдаревой я не знаю dragon tails здесь я пробовал свой новый маркер скетч маркер была я очень довольна единственное что вечером когда я их раскрашивала эти кристаллы они были вообще адские яркие которые они были уже вот такие вот ну и не скажу блеклые но спокойные то здесь маркер скетч маркер и что еще она белая паска в общем то и все если что вот обратная страна соответствующая спиртовым маркером с ними я тоже очень долго ковырялась этими кристаллами на часа два мне кажется это долго для такой маленькой кучки сначала хотела здесь все кристаллы раскрасить но потом поняла что посидеть пока я все раскрашу вот но мне понравилось конечно очень эффектно выглядит принципе все текстуры которые я вам показываю которые я раскрашивал практически все вот кроме наверно деревянные двери они у меня взяты из но не то что как конкретно взяты из каких-то туториалов на ютюбе я смотрела несколько туториалов на эту тему мне как-то в голове объединялись исходя из этого я что-то раскрашивала только джинса у меня раскрашены по одному конкретному уроку остальное все это вот насматривалась на ютюбе побольше как можно больше разных всяких смотрел менять все какие-то приемные идеи объединять за голове и на основе этого потом раскрашиваться так кристаллы следующая текстура у нас была кирпичи я опять почему-то захотела сделать маркером но скорее всего потому что карандашом я хуже когда-то давно раскрашивала я под это дело даже купила себе темно-коричневый еще до купил маркера здесь на стене были не все вот эти кирпичи я дорисовала которых мне не хватало этому трещинку сделала мне в принципе нравится как получилось может быть но не совсем что прям реалистично тем не менее мне эффект нравится здесь я использовала скетч маркеры и для бликов какую-то белую руку и какой-то белый карандаш я уже даже не помню какой какой-то твердый по-моему джотто вот для того чтобы вот эти светлые части не были уж совсем ярким я использовала не очень укрывистый белый карандаш если что вот обратная сторона опять же но нормально для спустых маркеров этой бумаги это была книжечка менеджер на рефренда с каролиной кубковской остальное я опять раскрашивала в тех же двух книжках ханны а значит была у нас тема ржавый металл сейчас найду вот он пахнет вот это я как раз только что купила маленький наборчик на пробу карандаши деревян троинг не хотелось очень попробовать прям сразу же и вот попалась как раз совпало то что тема этой неделе была тема ржавого металла я чуть решила что у меня цвета прям отлично подойдут честно говоря мне понравился эффект я не могу сказать 6 конкретно хотел изобразить но мне вот очень хотелось сделать как я видел в некоторых туториалах вот такие вот потеки ржавые хорошо получается и они очень хорошо обозначают ржавчину понятно что это жарко что там не краска втекла не день такие странные это вот именно на кипотеке железе ты вот планирует картинку закончить единственное наверное не дроингами потому что но они очень мягкие я не знаю как мне наверно надо привыкнуть сложновато большие картинки микро стим пока крошу только мелочи или поверх акварели ах да еще забыла они здесь покрыты сверху блендером тоже андервент он мне очень нравится единственного немножечко желтеза не добавляет картинкам конкретно здесь это даже по моему в кассу даже очень хорошо затем 11 текстур у нас была шерсть если вы подписаны на меня в инстаграме то вы видели у меня вот этот вот пошаговый туториал 10 картинках или не кисти напомню в 10 если не подписывали подписывайтесь я снизу всегда ссылочку оставляю какая-то грязюка вот это белочка я переживал страшно я всегда очень боюсь раскрашивать шерсть я ее раскрашивала по референсу я нашла фотографии в интернете белочки очень похожи на эту особенно по позе вот раскрашивала получилось на удивление прям хорошо я так рада что я пошагово это все отфоткала в общем спасибо маша королева за этот марафон спасибо этой белочки я теперь наверное не боюсь уже раскрашивать шерсть еще раз как я часто говорю своих туториалов найдите себе хорошую фотографию для референса это очень лучше качество вашего раскрашивания и вам будет проще мне надо будет из головы ничего ничего выдумывать вот очень довольна двоечка обязательно ее закончу белочка раскрашена кардашами фаберка стал поликрома с применением естественно белой поски куда из нее следующая текстура была перламутр вот здесь она перламутр это была текстура которая ждала больше всего я очень хотела попробовать раскрасить потому что когда я до этого пыталась у меня получилась какая-то ну как а у меня получалось жемчуг я раскрашивала и до этого в принципе здесь я и жемчужинок несколько сделала жемчуг у меня как справлялся вот сам перламутр мне никогда не удавался но оказалось есть потратить пару часиков и посмотреть много много туториалов ютюбе вот так как рисовать особенно цветными карнашами перламутр вот в общем то вот все получится все супер я очень довольна прям безумно не разумеется однозначно я буду заканчивать эту картинку и как всегда с теми картинками которые мне очень хорошо получается вначале и страшно боюсь ее испортить ну ничего я надеюсь все будет хорошо здесь опять же есть куда впаять уже опробованной мной текстуры здесь кристаллы и драгоценный камни золото и отражение видим про которые я дальше буду говорить потому что это наша последняя тема была и что еще должна сказать про эту картинку то что она раскрашена карандашами фабрика растил поликромос и белой пускай так последней тема у нас было отражение их изначально я хотела где-нибудь раскрасить отражение в воде но честно говоря я так устала за эти 12 тем мне просто уже не было сил и желания расскажет что такое сложное грубо говоря бросать себе вызов в этом плане художественном я решила сделать отражение в зеркале смысле раскрашивание здесь конечно нет ничего сложного здесь скорее сложности в плане дорисовки ну я думаю я справилась если я здесь немножечко накосячила с направлением света тени на камушках но вы этого не слышали хорошо мы притворились что в этого не слышали все хорошо в общем этот кусочек я раскрасила карандашами джота стильного в принципе заметно такие достаточно насыщенные цвета вот шкатулку пыталась сделать золотой корона золотая у лягушки здесь тоже опять в продолжение темы золото я вообще очень люблю золото раскрашивать у меня там очень часто на половине моих раскрашенных работ вы можете увидеть золото или какой-то другой металл мне вообще очень нравятся текстуры в которых присутствует глубокий тональный контраст когда темные тени и ярко-белые блики вот некоторые спрашивали чем я сделал вот такие вот блики на зеркале и это всего-навсего клякса поставленная ручкой поско маркером поско и размазанную так пальцем три раза я делал три слоя вот получается вот так вот такое как бы смазанное пятно очень похожее на блик на гладкой поверхности мне понравился прием я его в дальнейшем буду использовать это значит буду ли это раскрашивать эту картинку я не знаю честно говоря меня сама вот остальная картинка не возбуждает но учитывая сколько сил я вложила в эту лягушку наверное да наверное я ее раскрашу вот что мне еще хотел сказать заключение еще раз спасибо огромное маша королевы за эту идею я выполнила все задания не выполнил их в срок я очень довольна собой в том числе я очень довольна тем что я преодолела страх в раскрашивании например таких текстур как шерсть как перламутр как мрамор который мне так хотелось попробовать но я не решалась это все очень на самом деле полезно вот посмотрите картинку которая раскрашивала последний ты завершила все текстуры я здесь применила очень многое пример кирпичи до текстуру кирпичей текстура дерева текстуры ткани я сейчас может быть еще не вспомню здесь тоже ткань вот но в общем видите эти знания пригождаются они пригождаются и выглядит хорошо потому что технологии получается уже отработаны у вас рука набита есть некоторые были вещи которые я тоже хотела бы отдельно сделать как текстуры но в общем-то поленилась это пример еда вот здесь булочки раскрашивала что еще я все еще борюсь растениями у меня категорически не получается реалистичные растения и то же самое могу сказать про траву вот текстура травы я может быть где-нибудь поотрабатывала бы я даже больше скажу у меня бы точно лучше получилось если бы я красила акварелью но эта картинка была раскрашена для марафона я была для карандашной битвы где нужно было выбрать только одну марку карандашей красить только ей без применения там акварели краски и чури подобного вот эта картинка раскрашена кстати как ни странно карандашами джота стильного так что кто жалуется говорить что они яркие вырви глаз и слишком насыщенный естественных цветов ну вот видите что нет все не так все зависит от того насколько жирного их кладете с какими другими цветами вы их смешиваете то есть не забывайте что если на цветовом круге цвета противолежат друг другу например красный и зеленый синий и оранжевый если вы будете добавлять эти цвета один в другой то они будут взаимно приглушаться то есть например если я рисую желтую стену и хочу сделать ее не такой уж ярко-желтой я должна в нее добавить скажем фиолетовые тени или просто сделать тонкий-тонкий слой фиолетовым цвет моментально становится приглушенным джота позволяют делать очень тонкие слои к тому же в этой книжке очень хорошая бумага это романтик кантри первая часть вот так я что-то увлеклась рассказом про контакт ши джота вообще не про это сегодня мы сегодня про текстуры вот я в общем все показала спасибо большое за то что посмотрели если вам несложно напишите мне пожалуйста в комментариях во первых как вы считаете какую картинку мне обязательно нужно закончить кроме ракушки ракушку однозначно буду заканчивать и второй вопрос очень для меня важный насколько для вас мои дорогие принципиально чтобы у меня выходили видео на русском языке смотрели ли вы до этого мои видео на английском справлялись ли пожалуйста напишите еще раз спасибо за то что смотрели я надеюсь вам понравилось мне было очень приятно вам это все рассказать и показать всем счастливо пока пока